Учителя, педагоги, родители, знаете, чем вы занимаетесь? Я могу покупать себе новый телефон каждый месяц. У них такая фишка есть именно вот этого поколения. Если заинтересовать, они могут горы свернуть. Нашли, заняли, заработали. В ноябрьских таких предпринимателей нет, как я. Все, поехали? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это поколение называют поколение Z, поколение молодых и амбициозных. Мы сейчас стоим у школы, и это не случайно, потому что наш герой – школьник. И бизнес для него – это скорее внеурочное занятие. Скажу честно, что лично я его ни разу не видела, но много о нем наслышано. Знаю, что его зовут Саша, и ему 15 лет. Собственно, сейчас мы с ним и познакомимся. Саша, привет! Ты Саша, да? Приветствую, я. Саша, вообще, расскажи про свое дело. Насколько оно вообще, откуда оно зародилось у тебя? Зародилось мы просто с мамой. Ну, такие творческие люди достаточно. И вот просто мы решили, что значки, в принципе, они очень востребованы. То есть у нас нет такого, можно сказать, предложения в городе, что вообще можно купить значки где-то. А где ты взял первый капитал? И вот на какие деньги ты купил? Сколько у тебя было в кармане? Тысяча пять максимум. Это скупленные деньги на дни рождения подаренные? У родителей попросил? Просто родителей попросил, они как бы сами дали. Так, ну они твою идею, значит, поддержали полностью. Нет, папа сначала вообще не поддерживал, так как он человек такой настороженный. Он боялся, что я буду не уплачивать налоги, что у меня будут проблемы с налоговой инспекцией. Хороший вопрос. А вот ты зарегистрирован на налоговой? Да, я зарегистрирован. Твои одноклассники вообще у тебя учителя знают, чем ты занимаешься? Нет, они не в курсе. То есть они из нашего репортажа узнают вообще о твоей деятельности внешкольной? Возможно. Так, Артем, сегодня надо будет тебе 20 холодных написать, то есть обработать людей. Вот, Андрей, тебе на пост сегодня напиши обязательно, ну, в Инстаграм веди. Илья, спать с нами Инстаграм проработать, чтобы, ну, грамотно все было. Следующим нашим героям также нет 18 лет и также начинающие бизнесмены. В этот каворкинг-центр они приходят каждый день как на работу. Конечно же, свободно от учебы время. Чем они занимаются? Они продвигают кэшбэк-сайт. Для тех, кто не знает, кэшбэк – это система частичного возврата денег за покупки, приобретенные в интернет-магазинах. Собственно, пусть они сами об этом расскажут. Моего друга лучшего, Артем Пермяков, у него брат начал развиваться в этом. Он рассказал ему, когда сам вначале заходил. А Артем уже рассказал нам. Мы тоже разобрались, ну, созвонились с людьми определенными, высшестоящими. И они нам рассказали, и мы начали так же развиваться вместе с ними. Ну, то есть вы здесь все кто друг к другу? Партнеры. А в жизни за пределами этого офиса? Друзья. То есть вы друзья? Сколько у вас здесь человек примерно? Именно работают? Да. Ну, 10 человек, может, больше. Больше 10. То есть и всем нет 18 лет? Нет. Молодежь, она настолько подвижна и активна, что они чувствуют себя в интернет-пространстве очень легко. И поэтому очень часто идеи приходят оттуда. Я думаю, что это им достается не так сложно, и страхов, конечно, особых нет. Поэтому нам надо, наверное, больше их нацеливать на результат, на сам процесс, как выстроить правильно бизнес, чтобы было поменьше ошибок. Хотя ясное дело, пока ты сам не ошибешься, не попробуешь, ничего не изменится. Одни родители отдают своих чат в школу искусств, другие в школу хоккея, а третьи предпочитают в качестве дополнительного образования обучать своих детей бизнес-искусству. Кстати, последняя набирает в России все большую популярность. Такая школа, бизнес-школа, точнее, открылась недавно и в ноябрьске. Ну, раз мы говорим уже о детском бизнесе, то мы решили ее посетить. Здравствуйте! Как я понимаю, здесь детей обучают в бизнесе, да? Да, здравствуйте! Именно, да, здесь. Здесь мы занимаемся с детьми, получается, прямо с самого младшего возраста, с первых классов и заканчивая 11-ми классами. Начинается все именно с команды образования, потому что они, во-первых, должны понять, что такое именно команда. Вот с этим, это вот самая младшая прям работа. А самые старшие уже что должны делать? Там много всего. Там просто от тех же самых банальных просто продаж, там заканчиваю управление прям компанией большой. С ними это прям все. Опять же, я вот вернусь к тем же, конфликт, разбор конфликтов, переговоров, собеседование, менеджмент, маркетинг, управление. Там, на самом деле, тем очень много. Мы закладываем именно фундамент в ребенка, чтобы в любой ситуации он себя чувствовал как рыбоводей. Неважно, чего это касается, переговоры, да, он умеет вести переговоры. Допустим, какой-то проект пишет, да, он знает, как писать, он знает, что такое дедлайн, он знает, что такое хронометраж. Он знает и умеет этим пользоваться. А я смотрю, вы тоже носите значки, да, которые Саша продает? Это вот ваши любимые? Да. Вы коллекционируете их? Да. У вас сколько их уже? Сколько? Штук 10 уже есть. Да, сколько, посчитаем сейчас, сколько прибыли вы сделали для Александра. Ну, то есть вы постоянно, да, мониторите, следите, какие новинки покупаете? Я себе тут уже отложил, что это красоты. Зарплаты, да, купите? Естественно. В день примерно сколько значков реализуете? Ну, больше 10 точно. Точно цифру не могу сказать, но много. А есть те, кто приходит именно конкретно за значками? Естественно. Есть люди, которые приходят, просят нас отложить значок. Говорят, я сейчас через час иду, и смог никому никуда. Ну, тебя, ты считаешь, что это успех? Это успех однозначно. Ты вообще когда реализовывал только, ну, в идеях где-то, у тебя только была в идеях, ты думал, что так будет или нет? Я нет, не думал. А ты каждый день ходишь, мониторишь точки или раз в неделю? Раз в неделю, наверное. Ну, вот, какие точки есть, то есть где больше спрос, там я хожу каждый день, где меньше, там раз в неделю. У тебя, получается, в самом ноябрьске сколько точек? Девять. А остальные где у тебя расположены, в каких городах? Екатеринбург, Сургут и Новый Оренгой. А тяжело было договариваться вот с магазинами или нет? Или они сразу же поддерживают твою идею? Ну, достаточно тяжело. То есть есть максимально лояльные, а есть те, кто хочет все проанализировать, все выявить. То есть, ну, с этим могут быть проблемы. Ну, ты какой-то процент, да, им просто дают? Да. Для примера, в нашем городе полечено около 15 магазинов. Вот мы с ними сотрудничаем. Можно вернуть кэшбэк. Через нашу платформу, когда вы заходите, находите нужный вам магазин, просто через нашу платформу у вас перебрасывают на официальный магазин. Понятно, да? Вот. Вы также переходите и уже заказываете, как бы. Просто там товары уже с кэшбэком можно будет заказать. Вот. Ну, допустим, вы перешли просто на официальный сайт, там товары без кэшбэка. Вот. А когда вы переходите через нашу платформу на этот официальный магазин, то там уже товары с кэшбэком идут. То есть можно заказывать и возвращать. А кэшбэк я когда получу? Через какое время? В течение 30 дней. Вы подсчитывали количество ваших клиентов? Какое оно? Где-то 765 тысяч. Это по всей России? Да. Вы как один из филиалов, да, вот этой франшизы, получается, да? И вы работаете на всю Россию? Ну, как бы сейчас мы хотим запустить город, чтобы в нашем городе это развилось. Обычно такой бизнес не требует огромных вложений. Они легко начинают, легко подхватывают идею, и поэтому капитал не требуется огромный. Они боятся проиграть в этой игре или нет? Или они не знают, они не задумываются? Они не задумываются. Они просто идут вперед, они просто делают. Вот этим и замечательно, мне кажется, тоже. Потому что уверенность, амбициозность, творчество, определенный талант – это все им только в плюс. Для них предусмотрены какие-то программы помощи грантовой? Где они могут заявить себя? Они могут заявить по линии молодежной политики, проводятся различные гранты для молодых людей. И от 14 лет, ну вообще от 16 можно, да, вести бизнес. Вот, с 18 лет есть гранты. То есть, в принципе, все в их руках. Главное – владеть информацией, главное – быть активным в поиске тех поддержек, которые есть. Но если у них есть реальный вопрос, где взять денег, то они могут прийти, конечно же, к нам, мы им подскажем, куда двинуться дальше. Вот вам сейчас сколько? Мне сейчас 39. То есть, это ваш первый бизнес? Да. А как вы думаете, если бы выпал шанс, например, в лет 12 посещать такую бизнес-школу, вы бы раньше открыли что-то свое дело? Наверное, нет. Это пришло, это зацепило. Я до этого работал в разных компаниях. Знаете, как такое бывает? Ты работаешь и не получаешь от этого удовольствия. У тебя ты не раскрываешься. А тут я… У меня, когда возникла потребность в обучении ребенка старшего, ему 15 лет, я начал смотреть, чтобы было бы интересно, ничего не нашел. И чисто случайно наткнулся на то, что есть бизнес-школы по стране, которые обучают вот именно подобным, развивают в детях подобные навыки. Я понял, что это, наверное, то, чем я хочу заниматься. То, что мне здесь нравится, приносит удовольствие. Как говорят, я от этого получаю кайф. Когда, допустим, ребенку становится 18 лет, и когда возникает вопрос, куда идти работать, не всегда хоккей, допустим, рисование отвечает на этот вопрос. Чем ребенок будет заниматься? Ему именно нужно. Потому что, в принципе, когда нам становится 18 лет, мы себя продаем любой компании, в которую мы идем. И это, опять же, нужно обладать навыками себя презентовать, нужно обладать навыками проходить события, переговоры. Все вот эти навыки, которые мы сейчас… Они не то, что даже в будущем пригодятся, они и сейчас нужны. Говорят, что бизнес нельзя начинать без бизнес-проекта. Бизнес-проект у тебя был или ты путем проб и ошибок? Путем проб и ошибок. А почему не стал составлять бизнес-проект? Потому что я вообще не знал, как я буду продавать, я не знал, что я буду продавать по факту. Я вот узнал, когда мне уже пришел товар от поставщика, я понял, что стоит создать страничку в Инстаграме, где я смогу это раскручивать. А твоя первая партия значков сколько была и вот сейчас составляет сколько? Ну, первая партия была около 120 значков. Сейчас мы на каждую неделю получаем порядка 200. Как ты думаешь, в чем секрет успеха? У тебя вообще какая-то есть предпринимательская жилка или что? Надо, чтобы родители поверили. Вот в чем? Секрет успеха я все время продавал что-то своим друзьям. Еще с детства? Ты торгашь по натуре. Ну, не то, что торгашь, я продавал то, что я очень хорошо наценивал на товаре. Это как? Подожди, скажи. В молодости у меня был телефон последней модели, это Samsung Galaxy S2. На него шла игра Subway Surf, и я продавал игру одну в этом Subway Surf за 10 рублей, когда она была для меня бесценна. И покупали? Да, ее покупали. Я помню, я там за день мог 500 рублей сделать, и для меня были вау деньги. И сколько тогда тебе было лет? Лет 10, наверное, вот когда я с второй вышел. Ну, нет, не 10. Вру. Класс третий, четвертый. Ежемесячно посчитывали вашу прибыль? Сколько вы можете иметь? И ваша максимальная прибыль ежемесячная какая была? Ну, сейчас мы магазин на данный момент еще не подключили, только работаем, потому что в компании развиваемся недавно. Ну, мы с друзьями около 5-6 месяцев развиваемся. Вот, и как бы опыта тоже еще нет. Ну, такая мечта тоже прибыль еще пассивная, еще не пошла. Вот, пока только разовая. Ну, пока выстраиваем клиентскую структуру. Вот, так же с магазинами работаем. То есть вы сейчас идете пока в убыток? Нет, мы идем в плюс, только пассивный доход у нас еще не построен. Потому что, сами понимаете, как бы в городе, да, это новая движуха какая-то. Вот, и людям об этом надо рассказать, чтобы они этим пользовались. Учителя, педагоги, родители знают, чем вы занимаетесь? Ну, не все, но родители знают. Но многих вот поддерживают? Ну, как из родителей, кто-то нейтрально относится, кто-то не поддерживает. Вот, но это дело времени. Вы бы хотели, чтобы ваши дети стали бизнесменами? Да. Это довольно тяжелый такой процесс. Ну, я сам вот как бы начал этим заниматься, получается, с марта. Это довольно тяжелый-тяжелый процесс, но он тебя развивает. Он тебя на самом деле развивает. Он открывает тебе, на самом деле, безграничные возможности. Он пока на тебе мир совсем в другом свете. И да, хотел бы. А в основном инициаторы, чтобы дети приходили к вашей школе, это родители или сами дети хотят? Ну, опять же, зависит от возраста. Допустим, если старшие классы, то обычно приходят, ну, сами дети, допустим, в 9-й, там, 10-й класс сами дети. А с младшими, ну, это больше родители. Когда родители понимают, для чего это и что это даст в будущем, то да, родители. А вот те дети, которые вот то поколение детей, которые к вам приходят, они более готовы вот к ведению бизнеса, чем, например, ваше поколение или вот мое... Да, да. Они хотят легких денег, быстро, легко и просто. Но на самом деле, когда вот мы даже работаем, получается, когда они понимают, что за этого нужно, что это не так легко, они когда... Вот у них такая фишка есть именно вот этого поколения. Если заинтересовать, они могут гору свернуть. Они вот... Их главное заинтересовать, зацепить, и все. И они прут, они как ледоколы. Они на своем пути все сметут. И мне это поколение ребят, которые постарше, и я от них балдею. Они мне очень нравятся. Саша, вот скажи честно, у тебя какой-то... Вот когда ты только начинал свой бизнес, у тебя какой-то страх был? Вот потому что многие взрослые уже, которым есть что терять, они боятся, они просчитывают все досконально, у них неуверенность. Вот ты с какими ощущениями? У меня не было страшно. Я просто знал то, что это как минимум за себестоимость продаться. И я в любом случае, ну, выйду в какой-то хоть маленький на 50 рублей на плюс. Как ты относишься к грантовой поддержке? И ты пытался когда-нибудь написать какой-то проект, грант, возможно, чтобы выиграть, чтобы у тебя какие-то, ну, дополнительные деньги появились? Сейчас у нас не реализовано законом то, что о малых и среднем бизнесе, о том то, что с 18 лет только можно. То есть я не могу еще грант получать в 15 лет. Ты жалеешь об этом? Да. Если, не дай бог, что-то не срастется, но вот не пойдет, ты будешь придумывать что-то новое или ты опустишь руки? Я буду придумывать что-то новое, я уже придумываю. То есть нужно бы только реализовать. Ну, для тебя есть какие-то цели, например, от 20 заработать свой первый миллион? Ну, такие цели есть. Ну, к скольки хочешь свой первый миллион заработать? Давай честно. Я, возможно, его уже заработал. Твой ежемесячный доход-то сколько был? Самый большой на данный момент? Ну, около 30 тысяч. В месяц? Да. Ты считаешь, это много, мало для тебя? Это успех, не успех? Для начала это достаточно. Ну, всего 5 месяцев в бизнесе. Вот уже вышел на доход такой. Вот как бы это нормально. 17-летний парень. Угу. И то есть ты денег уродишь ли вообще на карманные расходы не просишь? Нет. Если мы не заработаем, мы это не возьмем. Вот. Если не заработали, то есть мы это не купили. Вот. Как бы такая же цель. Вот. То есть поставили себе цель. То есть заработать на вот такую-то вещь определенно. И идем работаем. Ваши планы на ближайший год? Ну, подключить как минимум 15 магазинов в нашем городе – это 100%. Как ты считаешь, без специального образования сегодня бизнесменом можно стать? Да. Главное – желание. Свой первый миллион ты когда планируешь заработать? Ко скольки годам? Вот тебе сейчас 17 в идеале. Ко 18. В головах у этих молодых людей крутятся миллионы рублей и миллионы идей. И вот уже отсмотрев готовый выпуск, лично у меня все равно осталась дилемма. Что влияет на бизнес-успех? Это время, когда ты родился, образование, поддержка государства и для родителей. Думаю, что после просмотра этого выпуска у вас тоже появился повод подумать. Продолжение следует...